Всем добрый день, вечер, обед, ночь, завтрак, званый ужин и полдник. Про полдник ты забыл. Друзья, мы снова в Нижнем Новгороде, с вами неугомонные просины. А это значит, что мы подготовили для вас очередной интересный обзор. И так как в последнее время Дмитрий Юрьевич не даст мне соврать, мы обзоры пишем по вашим просьбам, а просьб накопилось много, сегодняшний обзор посвящен одному из все-таки небюджетных диванов. Это диван Велосунт, он стоит за угловой модуль трехместный диван-кровать аж 52 тысячи рублей, производится в двух цветах, есть практически во всех Икеи России, во многих Икеях мира. Поэтому давайте посмотрим, за что Икея просит эти деньги, стоит ли диван этих денег. Ну и найдем, может быть, какие-нибудь минусы или наоборот, скажем, что вау, и мы его тоже хотим. Но прежде чем мы перейдем рассматривать детально, Минуты рекламы? Не устану повторять, на протяжении уже какого-то там шестого-седьмого обзора, Восьмого-седьмого. Может быть так. Мы Яндекс.Дзен.Про Икея теперь там. Зачем она там? Там, потому что должно быть и там, по нескольким причинам. Классно сказал, должно быть и там, потому что. Потому что мы там теперь чаще отвечаем, на один-два раньше публикуем видео. И там нет влогов. И там нет влогов. Это вот именно для тех, кто именно критично относится к нашему творчеству. К вашей основной деятельности Сайберин Веллос. Все верно. Дим, то есть получается, спонсором канала про Икея на Яндекс.Дзен Сайберин Веллос не является? Или является? Но мы не упоминаем просто. Я просто очень долго думал, как же прийти к консенсусу, чтобы и волки были сыты, и овцы целы. Ответ Яндекс.Дзен. Ссылка в описании. Есть еще такой маленький нюансик. Яндекс.Дзен – это запасная площадка. На случай того же, если заблокируют YouTube. Уже есть слухи. Но пока только слухи. Дима информацию, которую хотел, передал. Я… Ссылка в описании. Это святое. Ссылка в описании. Вот там. А я все, что хочу сказать, дополнить. Помимо обзора, я скажу в конце обзора все полезности, которые мы можем дать. Пошли смотреть, пока народа нет. Пойдем. Нам, кстати, предлагали сделать экшен. Прыгнуть на диван, чтобы Дима снял. Дима отказался. Сказал, не хочет травматизма на производстве. Иногда солнце нам становится другом. Но сегодня он наш враг. Не враг. Так как через окошко он пробивается и контравит очень сильно, чем самым мешаясь. Ой, можно я это скажу? Прикол мордовский. Мы же из Мордовии, из Саранска. Другость, братость. Нет, паскудость. Фины мы негровые. Так, ладно, давай показывать. В общем, диван-велосунд. Диван-кровать с газеткой. Обивка хили. В обивке хили теперь есть кресло поинг. Дима, пойдем поближе, покажем ткань. Стоит 52 тысячи. Это серые. Почему я люблю велосунд? Вот честно. Очень классная ткань. Дима, может быть, вот сюда? Да нет, все, я тут и виду хорошо. Илюшка, хотите? Она катышками не делается. Она очень мягкая. Вы даже можете голой попой на ней сидеть. Не обязательно. А это в бежевом цвете. Ты бежевый-то не покажешь? Потому что дивана в бежевом цвете нет. Только с тканей. А, принесли лоскут. Да, я принесла. Вот. Это структура. Это обратная сторона. Вот вы тогда с бежевыми. С сереньким. Во-во-во, вот попал. Итак, давайте разбираться. Обивка хили. Димочка, здесь ты тоже нужен? Угу. Спальное место со 140 на 2. Сам диван 2,40 на 150 в самом широком месте. Метр, высота 71 сантиметр. Раскладывается вот по такому принципу. В принципе, так и этот раскладывается. Фрихитом. Фрихитом. Сейчас мы это покажем. Да, сейчас мы все это покажем. Давай разбираться, что у нас внутри. Здесь массив дерева, массив березы, фанера, венополиуретан. Очень плотный, 30 грамм на кубический метр. И прочая дредединь, которая должна быть. Потому что, почему я не читаю состав ткани, вы сами это все можете увидеть и на сайте. Давай тестингом. Сначала тестим попой. Мягенько. При этом ощущение есть, что я как будто бы немножко провалилась. Но. Вот. Подожди. Я не чувствую перекладину. То есть оно, я проваливаюсь, но оно меня как бы подпружинивает обратно. Удобненько. Даже поработать можно. Теперь давай смотреть. Диван стоит здесь. Можно сразу быстренько сбегать на Фрихтену? А? Можно ли сразу к Фрихтену сбегать? Ну. Почувствовать разницу. Ну пошли. Пойдем. Не, ну это кожаная. Нет, ну а ткань, плотность одинаковая. Но все равно кожа, она немножко дает другой эффект. Господи. Нам нужна чистота эксперимента. Чистота эксперимента. Ну вот, Фрихтену нет. Это не Фрихтен. А вот хотя вот это все. Это другой. Это гемарф. Фрихтену там, там занято. Но у Фрихтена менее упругая, то есть плотность другая. Ну пошли, ладно. Пошли. Ну там люди, мы не будем мешать. Я вот этого не люблю, кстати. Теперь давай разбираться, что внутри. Насколько удобно и легко он в эксплуатации. Вот это мне нравится. Помнишь большой кожаный диван за 63 тысячи? Лондгульд, который. Здесь хороший высокий лифт. Юрий Ивич, ты мне нужен. Ребро жесткости. Железное. Ой, тут. Принесосу мощно свету так все контролирует. Может быть я вот так сдержу? Очень тяжело заметно. Я очень надеюсь, что этот обзор в мусор не уйдет. Ну солнце прямо на враг сегодня дашь. То есть здесь по факту хороший. Правильно, назови пружинный блок или что? Пружинный блок? Нет, как вот. Называется вот эта штука, это же не газовый лифт. Он на пружинах. На подъемных механизм. На подъемных механизм на пружинах. Ну да. Я что-то затупила. Так, сама плотность. Вот смотри, здесь деревяшка, вот. И вот сама плотность пенополиуретана. То есть вот отсюда он. Довольно-таки высокий, ну сантиметров 6-7 будет. Теперь давай смотреть, как разбирается. То есть залезть в отделение можно даже не трогая подушку. Так, здесь две петли. Выдвигаем. И все? Здесь дырка. Оно везде. Во всех будет присутствовать. Даже в Африктоне и у любых других угловых диванах. У Ленгульда вообще принципиально другой способ разложения дивана. И вообще сам кровать другая. Вот смотри, фрихтен чуть потоньше. Но он дешевле на 30 тысяч. И соответственно он будет более взбитый. Пенополиуретан будет соответственно меньше по толщине. Тут помягче. Я к чему? Так скажу вам. Здесь, да, здесь более хорошего качества, более толстый пенополиуретан. Но здесь матрас обязательно нужен. Без матраса вы на этом диване спать не будете. То есть если у вас нет возможности решить вопрос, куда вы будете складывать топпер. Размером метр сорок на два. То сорян, вы диваном пользоваться не сможете. Из плюсов. Вам не нужно ничего вот это убирать. То есть оно все на месте. Подушки с двух сторон из одинаковой ткани. То есть даже если она пошоркалась, вы ее просто можете поменять. Так нечестно. Думаю, у него хоть какой-то матрас есть. Мы так не договаривались. Ну можно отдельно, но где же хранить-то его будет? Топпер нужен. Без топера на нем спать не получится. Так, значит, две вот этих веревочки. Веревочки, я бы сказала, худенькие, потому что вот они уже сейчас перетираются. Это у нас вовнутрь. И вот так. Я не устану повторять, что угловые диваны, они предназначены именно для незваных гостей. Для гостей вообще в принципе. Спать надо вообще людям, всем человекам на нашей земле. На кроватях. На кроватях с хорошим матрасом. А почему я говорю, когда хороший сон, здоровый сон, вы будете не только себя лучше чувствовать, но будете здоровее. Так как при плохом качестве сна, да, и на неправильных диванах, вот таких примеров, да, на этом можно как временно использовать, не всегда. Если будет страдать спина. Ну, здесь я с тобой полностью согласна. А если страдает спина? Страдает все. Все. От спины же все идет. Это как кишечник. Кишечник никакой иммунитета нет. Поэтому рассмотреть можно, во первую очередь его рассматривается как просто... Красивый диван для гостин. В гостиную, как посидеть. Нет, ну смотри, визуально он красивый. Да, ну именно, посидеть, просто сидеть, отдыхать, отдыхать, сидя, не лежа. Ну, можно лежа одному человеку, да. Но если задержался гость, можно и разложить. Но это вот на энный случай, не более. А люди ведь Дим берут, думая, что вот он взял диван за 52 тысячи, значит, это будет его постоянное спальное место, которое будет закрывать его потребности. Если вы уж так намерены спать, ну, лучше возьмите прямой диван. Да. Вот. Или книжкой диван, ну, или более-менее вот этот. Не угол. Не угол, да. Потому что у углового дивана много стыковочных этих... Либо вот за 64 тысячи лингвольт. Это пускай вот тут стоит. Мы о народном товаре. Ого. Нет, ну, вот ты как думаешь, вот стоит он этих 52 тысяч? Кто где? Велосунт. Дороговостенько. Минус 4-5 тысяч. Вот смотри, давай сравним. Тогда еще я буду рассматривать. Подушка в ткани Шефтебу у Бедин, у Поинга, и в ткани Хиле разница примерно в 2000. То есть 2000 это где-то 20%. То есть по сравнению к Фрихетену, ну, максимум он тридцатку должен стоить. Ну, 35. Знаешь, я только по одной причине соглашусь с этим диваном. Это из-за ткани. Ткань клевая. И набивка, соответственно, такая более мягкая, такая более приятная. Ну, одна из лучших, наверное, вот то, что есть в океане. Ткань, да. Ткань, она в первую очередь дает нам первое ощущение диванного. Если будет жестко колоть, то... Вот я сейчас сижу на Абакабу, менее комфортное ощущение, то есть такая жестковатая. А вот велосунт, он прям такой домашний. Поэтому мой вердикт 45-47. Вот так. Ну, 45. А лучше 40? Ну, мечтать не вредно. Особенно вслух. Да. Ребят, соответственно, сразу скажу, как служба доставки эти диваны заказывают редко. Очень редко из-за цены. Возможно, вот такой у нас регион. Кто, у кого такой диван живет дома, пожалуйста, напишите ваши отзывы. Потому что, ну, за нашу практику буквально несколько штук брака, кстати, не было по ним. Да, Иди? Не было, ни разу не было на памяти брака. Если бы заказывали с такой частотой, как Фрихтон... Наверное, брак был бы. Может, что-то где-то и промелькнуло. Да. А так нет. Поэтому нам от вас очень ценно и очень важно, что вы таким образом помогаете другим. Если у вас есть такой диван, сколько он у вас, как вам он в эксплуатации, нравится? Если не нравится, что не нравится, что нравится, делитесь. Мы с удовольствием готовы выслушать ваши комментарии. И таким образом вы поможете людям с покупкой. А вообще, касаемо покупок, вы совершенно спокойно, если находитесь в Саранске, можете обращаться к нам. Мы, действующая служба доставки товаров Икея, уже работаем 11 год на этом рынке. Однименно, как канал называется, про Икея. В Саранске находится цена большевистская 85. Сейчас, именно в летний период, у нас идет снижение цен. Доставка дешевле, чем официально возит Икея. То есть, вы можете прилично сэкономить, поэтому забегайте. Мы всегда на связи. Все контакты и коммуникации вот там, внизу. А мы пойдем дальше. А мы пойдем дальше. А вы на Яндекс.Ден. Диме, Диме, Диме под крыло. Диме, Диме.